Без национальных дружин, но под надзором полиции. В Черкассах депутаты сегодня проводили внеочередную сессию Горсовета в плотном оцеплении силовиков. Была ли работа такой же плодотворной, как под присмотром дружинников, видел Станислав Кухарчук. Сегодняшняя сессия Черкасского Горсовета охранялась как никогда. Перед зданием десятки полицейских и даже пожарная команда. В коридорах людей в форме еще больше. О созыве внеочередного заседания депутаты узнали вчера о днем. Полиция, похоже, знала о нем куда раньше. Что, еще сумочку? Раньше что-то было. Врачи беспокоились. Бабы. Это полицейские говорят о предыдущей сессии, которая прошла под наблюдением национальных дружин. 29 января активисты и дружинники пришли на заседание, чтобы помочь депутатам наконец принять бюджет 2018 года и проголосовать за обращение к Верховной Раде о самороспуске. Избранники эти решения приняли. А присутствие нас дружин назвали давлением на органы самоуправления. По данному факту полиция даже открыла уголовное производство. Сегодня местных активистов и ветеранов АТО полиция в зал пустила. Но подойти к рабочим местам депутатов они не смогли. Правоохранители стали цепью. Владимир такими действиями возмущен. Свободный доступ. Люди должны подходить, смотреть, интересоваться, слушать. Ну как бы так. А тут столько полиции собралось. Аж страшно стало. Ну я шучу, конечно. Поздно они просто. Надо было им на прошлый сосед приходить. Не ощущая давления общественности, депутаты поработали более чем плодотворно. Первым делом подавляющим большинством отправили в отставку секретаря горсовета Александра Радуцкого. За 26. Проти нет. Билетов из них действительно нет. Решение принято. С новым секретарем тоже долго не тянули. Опять же, подавляющим большинством избрали на эту должность Ярослава Ныщика, представителя свободы. А заодно утвердили новый исполнительный комитет. Правда, что делать с обращением к Верховной Раде о самороспуске, пока не решили. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканала Интер. Черкассы.